На встречу с главой муниципалитета Дмитрием Абареновым пришло много неравнодушных жителей ЖК «Государев дом». Также присутствовали руководители управлений администрации округа, представители застройщика и управляющей компании. Вопросов на повестке дня было немало. Жители пожаловались на невыполнение застройщикам своих обязательств и ошибки в изначальном проектировании территории. «Гранель оказывает на сайте о том, что у нас здесь доступная среда, здесь нет доступной среды, здесь невозможно жить мамам с колясками». Также они сообщили об отсутствии диалога и плохой работе управляющей компании. «Богаустройство, да, благоустройство правовых территорий, тротуарная плитка, озеленение, современный подпуск газонов, всего этого у нас нет». Но, как оказалось, в данном случае за места общего пользования и дворовые территории несет ответственность не только управляющая компания. «Управляющая компания хоть здесь и занимается обслуживанием территории, но сама территория жителями не оплачивается. По этой причине мы будем требовать именно с застройщика, то есть с владельца земельных участков и всех этих дворовых территорий, соблюдение норм по обслуживанию. Чтобы у нас, собственно, как минимум в течение года были заменены практически все тротуарные элементы». Как и во многих новых микрорайонах, в Государевом доме не хватает объектов социальной инфраструктуры и образовательных учреждений. Дмитрий Абаренов сообщил жителям, что в следующем году здесь появится поликлиника. Также планируется построить два детских сада и школу. «Все детские сады и школы перешли в госпрограмму. Соответственно, строить будет эта администрация. По садику и школе, садик на 200 школ и 1100, есть трудности в связи с тем, что Гранель нам должен проект передать». Тем не менее, уже стартовали подготовительные работы по строительству одного из двух детских садов. Его планируется сдать уже в следующем году. Озвученные замечания жители, представители управляющей компании и застройщика обещали проработать в ближайшее время. Администрация будет держать их на контроле. Дмитрий Абаренов предложил устраивать подобные встречи раз в квартал.